Шалом, братюньки, сестрюньки, меня зовут Олег, и мы проходим Batman Arkham City. Ну что, друзья, я пару дней уже не играл, давайте посмотрим. Значит, играем мы за просто сексапильную девочку-кошку, или девочку-коте. Так, надо посмотреть, какое там задание. Так, надо вспомнить ещё управление. Чё, куда? Так, пробраться на склад конфиската. Наше текущее местоположение, вот в данном случае, это здесь. И надо пробраться практически в другую часть города. Ну что же, давайте будем пробовать. Так. Дело в том, что сейчас я поставил настройки физикса на нормальное. То есть, посмотрим, как изменится ли графика к лучшему после этого. Надо просто посмотреть, привыкнуть, увидеть разницу. Но мне почему-то кажется, что стало больше снега, больше осадков. Хотя я могу ошибаться. Так, ну что, давайте действовать. Да, как я уже говорил, кошечка, конечно, просто очаровашка. Такая няшная, няшная котейка. Но, тем не менее, она заслуживает того, чтобы быть такой няшной. Она же всё-таки женщина-кошка. Так, поднимаемся, пытаемся всячески пробраться наверх. Смотрите, довольно резвая киса. Так... Так, так, что... Я всё-таки всячески пытаюсь заметить, хоть что-то изменилось после того, как я включил физикс. Должны как бы появиться всевозможные летающие там бумажечки, какие-то конвертики. Мусор должен по воздуху как-то рассеиваться. Хотя, да, видите, мы приземляемся. И видно, что, когда кошечка наша приземляется, прыгает на какую-то поверхность. От неё отскакивают небольшие кусочки. Вот, смотрите, баночки. Вот мы баночки идём, и банки просто лежат, никак не взаимодействуют. К сожалению, видите, немножко недоработано. Так. Продвигаемся на склад конфиската. Мы пообщались с Плющом. И она обещала нам помочь и отпустить нас, соответственно. Так, вон там два снайпера. Можно, конечно, было бы с ними расправиться. Но я предпочту расправиться сначала вот с этим братюнем, который так одиноко-одиноко контролирует эту лестницу. Ну что ж, давайте попробуем сделать захват КТ. Надеюсь, ему нравится у неё между ног. Так, ну что, киса, полезли дальше? Так, здесь ещё двое. Значит, надо быть аккуратненьким. Не шуметь. Давайте посмотрим. Так, один из них направляется в нашу сторону. Да-да, я понимаю, да. Тебе холодно, костюмчик всё-таки не греет. Надо бы застегнуть своё декольте. Так, ну что, давайте поднимемся. Ай-ай, твою мать. Нас заметили. Нас заметили. Давайте расправимся. Их там, кстати, трое. Так что лучше давайте как-нибудь побыстрее отсюда ноги сделаем. Мне не очень нравится, когда братюни начинают воевать с кошкой. Хотя она просто очаровательно дерётся. Просто няшечка. Так, смотрите, замечательно. Я так понимаю, бедняга даже не понял, в чём прикол. Киса, поднимайся. Давай, давай. Оп. Раз-два. Раз-два. Так, вон, видите? Знак Бэтмена. Ориентир, куда нам надо. Мы туда, соответственно, и будем бежать. Бежать, ползти, прыгать. Скользить, мяукать, мурлыкать. Всё, что делает женщина-кошка. Так, ну что? Тихо, 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 тихо. Твою мать. Так, ну что? Где наш физикс-то? Где физикс? Что-то я не вижу. Проявление физикса. По-моему, только лишняя нагрузка идёт на видеокарту и процессор. У кого карточки Родион, у них же физикса нету. Поэтому у них, если и обрабатывается что-то, то только посредством процессора. Твою мать. Так, значит, три охранника патрулируют. Давайте попробуем как-нибудь аккуратненько. Так, нас заметили. Аккуратненько в этот раз не получится. Залезай, киса. Залезай. Так, произошло сохранение. Значит, мы находимся где-то рядом. Давайте посмотрим. Послушаем. Зрение вора. Можно включить. Видите, у Женщины-кошки оно сделано немножко по-другому. Не так, как у Бэтмена. Но, в принципе, смысл один и тот же. Если так подумать. Так. Я вспомнил. Помните, была игра даже про Женщину-кошку. И фильм даже был. В главной роли там была Холли Берри. Или Холли Берри. Такая сексапильная негричаночка. Но мне кажется, все-таки, это была не ее роль. То есть, она не очень справилась с ней. Так, атака в прыжке. Ну что ж, давайте сделаем. Смотрите, как четко она, да? Замечательно. Делаем различные комбо-удары. Улучшающие противника. Пробел, пробел и атака с воздуха. Вот, примерно то же самое, что делает и Бэтмен. Вот. Смотрите, мы разваляли их. Кстати, можно в люк спрятаться, походу. Я смотрел. Видите, он как-то горит. То есть, говорит о том, что можно как-то взаимодействовать. Может быть, с помощью кнута? Нет. Потому что Бэтмен, я помню, что-то делал определенно. Да, можно спрятаться в люк. Я даже не знаю, куда мы попадем. Хотя, зря я это сделал. Затея была, видимо, не самая лучшая. Канализация. Да, канализация тут. Не самое лучшее место, конечно, для нашей кошечки. Так что, давайте я лучше вылезу. Я думаю, нас еще игра занесет. Такие дебри в виде канализации. Мы с вами посмотрим. Что там, да как. Так, снова загрузочка. Довольно быстро все происходит. Так. Хотя, вы знаете, я так смотрю. Нам, по-моему, туда и надо было. Да, нам туда и надо было. Дело в том, что я не посмотрел по карте. Так что, вырежу кусочек. Загрузка. Да, видимо, нам надо в канализацию. Потому что, по-другому никак, к сожалению, не пройти. Мне кажется, что водичка стала с физикой более приятной. Хотя, мало как-то она влияет на воду. То есть, тут по большей степени шейдеры задействованы. Поэтому физикс отвечает за обработку других совсем вещей. Но, тем не менее. Так. Что это за черт? Вот растение плюща. Вот хранилище. Молодец, рыжая. Пора забраться внутрь. Так, вот растение плюща. Такое, знаете, похоже немножко на ктулху. Надеюсь, оно будет дружелюбное к нам и никаких проблем не составит. Так, обрушенный город. Давайте смотреть. Эй, есть кто-нибудь? Тут одинокая женщина-кошка ходит. Не знает, где найти проблем на свою кошачью задницу. Security authorized personal only. Ну что, зайдем, нет? Может зайти? Смотрите. Так вот и хранилище. Кажется, обычная система защиты с тремя карточками. Нет, ну неужели никто на чужих ошибках не учится? Надеюсь, необходимые ключи там внизу, в карманах охранников Тайгер. Так, ну я тоже хочу надеяться, что... Нужно действовать быстро и незаметно. Одно неверное движение и система безопасности заблокирует хранилище раз и навсегда. Украсть три карты ключа у охранников Тайгер, сбежав обнаружение. Наше задание, значит можно использовать компьютер. Значит, его можно использовать после того, как мы найдем эти три карточки. Давайте еще посмотрим, что у нас здесь. Так, вот наш Физикс, смотрите. Должен быть, по идее. Я помню, когда Бэтмен ходил, значит, все это могло развеиваться весь этот мусор. В следующей серии, в следующих уже сериях, я попробую включить Физикс на максимум. Хотя там нужна для этого карточка уровня GTX 580. Стоит она очень даже нехило. Баксов 400 минимум, может даже 500. Так, что, у нас здесь ничего нет, давайте тогда. Можно ведерко попинать. Я же ради этого Бэтмена ставил, чтобы ведро попинать с мусорное. Так, ну что, давайте будем действовать. Твою мать. Так, что-то странное, как-то нас даже не заметили. Даже удивительно, если честно. Так, одну карточку мы уже украли. Замечательно, осталось еще две. Вон еще два охранника. Я надеюсь, они меня не видят. И даже не слышат. Так, вот есть какой-то вход. Давайте смотреть, что у нас здесь. Так, значит, надо действовать довольно очень аккуратненько. Так, чтобы никто ничего не подумал. Спрыгнуть вниз. Давайте спрыгнем. Опа. Прыжок в потолок. Братюня. То есть сестрюня, дорогая моя кошечка. Мурлышка, что моя. Так, вон еще двое стоят. Значит, у них тоже надо забрать карточки. Сделать это будет довольно непросто. Так, вон еще один ходит. Надо те, которые патрулируют. У них проще всего забрать. Ай, ай, нас заметили, твою мать. Нас заметили, и миссия провалилась, к сожалению. Ну что ж, надо переиграть. Не так уж и все плохо, в принципе. Так, значит, был небольшой конфузик вначале. То есть не получилось украсть нормально карточки. Значит, я украл три карты. Помимо этого можно было украсть еще, видимо, больше карточек. Здесь, видите, еще две моргают, помимо всего прочего. Значит, мне написало, что надо вернуться на место хранилища туда, к компьютерам. И там, соответственно, уже начать что-то делать. С компьютерами шаманить по-кошачьи. Ну что ж, давайте попробуем. Так, у нас есть новый уровень. Давайте посмотрим, что у нас там. Киску можно прокачать. Так, боевая броня. Я думаю, что это самое актуальное. Потому что у Бэтмена у меня прокачана броня. Прокачанная баллистическая броня и обычная. Так, мы возвращаемся к компьютеру. Давайте смотреть. Что происходит? Кто-то вскрывает хранилище. Это учебная тревога? Если так, нас не предупредили. Внимание, у нас угроза. Всем рассредоточиться и найти противника. Пленных не брать. Вперед, вперед. Не нравится мне это. Думаешь, это Бэтмен? Надеюсь, нет. Насчет него у нас особые указания. Если повезет, это окажется... Обычная архимская мразь. Сможем неплохо повеселиться. Так, смотрите. Много охранников. Внизу, вверху. Бесшумный прием можно сделать. Но я думаю, что пока что шуметь нам не на руку. Так что будем аккуратно продвигаться. Так, конечно же, чтобы пройти дальше, я так понимаю, надо... Ай, ай, нас заметили. Нас заметили, к сожалению. Хотя старался быть как можно скрытым. Так, здесь какая-то вентиляция. Очень много паутины. Всякая грязь. Так. Оказывается, мы вылезли просто в том же месте. Ну что, друзья, давайте аккуратненько. Что, братюня? Не видишь меня, да? Ну что ж, давайте будем действовать. Лучше к традициях женщины и кошки. Так, надо найти по очереди их вынести каждого. Дело в том, что у них оружие. С оружием будет намного проблемнее. Так, видите? Вот, с этим можно расправиться. Бесшумный прием. Давай, давай, души его, души его своими бедрами. Кисочка моя. Так, есть убитые. Нам сообщают, что есть один убитый. Давайте посмотрим. Вот наш братюнь. Давайте, бесшумный приемчик. Давай, киса, давай, давай, кисочка моя дорогая. Вот, смотрите, как она задушила его каблуками своими. Поднимаемся. Так, нас заметили. Это очень плохо. Нам сообщили, что если найдут товарища без сознания, то обыщут даже потолок. Какие гениальны, твою мать, здесь все-таки враги. Ну что ж, давайте будем действовать. Кстати, камера тоже нас особо не видит. Так, где-то здесь, смотрите, ползает. Ах, твою ж мать. Чтоб ты был здоров, ублюдок. Так, быстро прячемся. От греха подальше. Так, думаю, самый лучший вариант. Что у нас здесь? Так, никого вроде бы нет, слава богу. Давайте вылезем и он обратно на потолок. Так, а где наши братюни? Братюни, вы где? Так, один здесь. Давайте. Бесшумный приемчик для него. Что, братюнька, не ожидал, да, что киса подкрадется так внезапно? Ну кто ж мог подумать? Так, еще один остался. Я с ним сейчас расправлюсь по-быстрому. Постараюсь, по крайней мере. Да, 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 да. Говори, что там кто-то есть. Надо подмога. Надо все, что хочешь. Еще один бесшумный приемчик. Ну что, братюня, растяжка шеи. Бесплатная такая диагностика от доктора Хауса. Так, мы расправились со всеми врагами. У нас немножко дополнительных очков появилось. Так, но я все же хочу думать, что вот эти тараканы, которые бегут, просто куда-то неведомо мне, это не проделки нашего физикса. Потому что ради этого требовать видяшку, которая стоит минимум 200 баксов, как-то глупо. Так, ну что, куда нам надо там? Давайте смотреть, вроде бы в хранилище-то. Отлично, мы зашли в хранилище. Смотрите, здесь уже, видимо, кто-то побывал, потому что вот тут медвежонок. Мне как-то не очень нравится. Так, надо включить, наверное, наше зрение, посмотреть. Так, какой-то цветочек. Надо смотреть, что это такое. Вот мы и поймали нашу незваную гостью. Поручите ее хорошенько. Вечер выдался удачный. Бэтмен скоро будет мертв, а теперь я еще и поймал вас, мисс Кайл. Ай, мне больно, сука. Больно. Так, у нас есть какие-то гранаты, я помню, там разные штуки. Прикольные. Можно покидать, смотрите. Атака с воздуха. Очень популярна для тех, у кого есть щиты. Очень реальная тема. Давайте расправимся сначала с обычными врагами. Потом уже есть смысл перейти на более сложных. Так. Почему-то наша киса перешла с одного окна на другого сразу. Ну, в принципе, это понятно. Так, ублюдок. Что ж ты творишь-то? Вот. Таким вот образом мы с ними расправились. Давай, давай, давай. Твою мать. Не дали мне дозушить. Вот. Каждый мечтает, наверное, чтобы так и с на него села в такую приятную для глаз мужских позу. Так. Бэтмен уничтожен. Нам говорят, что Бэтмен был уничтожен. Дождитесь завершения протокола действия. Отправьте отряд за телом Бэтмена. Ну что, мы будем думать, что не все так плохо. Попробуй запутать меня в своих стеблях. Ну как, нравится плющ? Так, вон лежит кипочка денег. Я бы взял ее, конечно, но я так понимаю, ложить нам уже некуда. Карманы в этом костюме, видимо, не предусмотрены для денег. Ну что, берем дипломаты. Покинуть Аркхем Сити с добычей. Наше задание. Замечательно. Смотрите, вон тоже денежки различные. Много чего интересного. Да, ребята, вот такая вот у нас проворная, хитрожопая женщина-кошка. Теперь надо еще понять, как отсюда выйти. Более безопасно. Вон там дверь. Кажется, подсвечена. Давайте попробуем. Кстати, вон показано, что Бэтмен... Ты можешь это сделать, просто уйди, оставь его, это же так просто. Ты никогда не простишь себя, Селина, спаси Бэтмена и выбирайся. Он же ведь не умрет. Он же Бэтмен, верно? Так, видите, показано, типа Бэтмен мертвый лежит. Но мы понимаем, что это, наверное, фотошоп или просто какой-то монтаж галимый для лохов из Архем Сити. Так что, давайте поможем Бэтмену. Видите, у нас есть два пути. Красный не помогать Бэтмену и зеленый помочь Бэтмену. Мы, конечно же, поможем. Бэтмен нам помог. Брось чемодан и спасти Бэтмена. Это мое решение. И когда это ты стала такой совестливой? Так, ну что? Мне за всех придется работу выполнять. Не умирай, Бэтмен, я иду к тебе. Так, мы идем к Бэтмену. И даже боюсь представить, что там будет, когда мы к нему придем. Может быть, от одного вида женщины-кошки Бэтмен станет лучше. Так, выбираемся. Но то, что мы сделали, это, видимо, Плющу не очень понравится. Мне кажется. Так, отлично. Смотри, от чего я отказалась ради тебя, Бэтмен. Лучше бы ты был еще жив. Ну, и кто же у нас тут? Кажется, я ноготь сломал. Ты продолжай быть серьезным, а я язвить буду, окей? Ну, теперь мы знаем, что такое протокол 10. Если ты собираешься его восстановить, то лучше поторопись, дорогой. Так, значит, мы переходим снова под управление Бэтмена. Так, смотрите, бедняга, бедный потрепали. Он коленку разбил, наверное, Бубо. Очень болит ранка. Надо приложить йод. Ну, что, дорогие друзья. Значит, мы продолжим в следующий раз. Меня зовут Олег. Подписывайтесь на мой канал. Заходите в группу ВКонтакте. Ставьте пальцы вверх. Будет много чего интересного. Обещаю. Пока-пока.